Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать с вами трикотажный джемпер. Я покажу вам, как сделать имитацию жаккарда. Наступает осень, хочется утеплиться и, естественно, запрос на разработку достаточно высокий. Другое дело, что он уже должно быть все произведено. Но знать, как это делается, очень полезно. Соответственно, мы сейчас с вами нарисуем базовый джемпер. Итак, откорректирую немножко мой шаблон. Шаблоны можно скачать по ссылочке под данным видео у нас на сайте. Плюс есть другие шаблоны на разные типы фигур. Пожалуйста, можете скачать, использовать. Есть бесплатные, есть платные. Те, которые вам понравятся, мужские, женские, детские. Можете использовать в своей работе. Мы будем только рады быть полезными и помочь. Итак, выбираю перо черный цвет, толщина линии 1 пункт. Увеличиваю мою зону, блокирую слой, на котором у меня размещен шаблон. И пером начинаю рисовать половинку джемпера. Видите, карандашик перечеркнутый, потому что у меня выбран слой, который заблокирован. Соответственно, выбираю слой, который разблокирован. И на нем начинаю рисовать. Вспоминаем о том, что у нас позволяет рисовать, а потом корректировать. Поэтому, если вдруг у меня с первой попытки что-то не получается, я не расстраиваюсь, а потом просто спокойно докорректирую уже на этапе доработки, дорисовки. Так что не переживайте. Рисую я всегда с половинки. На мой взгляд, это самое оптимальное. Даже в случае асимметричных изделий, все равно разумнее начинать с половинки, потом отрезать лишнее или добавлять лишнее. Так же, как и конструкторы, когда работают, они строят сначала симметрию, потом начинают отрезать лишечки. Так что, это совершенно рабочая схема. То есть, вот я там сделала, да, понимаю, что я хочу, чтобы было по-другому, я это уже корректирую прямо вот здесь на стадии, когда все рисую. Теперь у меня будет рукав. Насколько он там объемный, не объемный, где какие заломы, то есть здесь некоторый напуск. Вот это все я сюда, соответственно, вношу. Сюда того, чтобы оно было. А здесь у нас будет резинка по низу джемпера. Как рисовать резинки я уже очень много раз показывала. Здесь еще раз покажу. Сделаем резинку с 2,2. Это две лицевые, две изнаночные. Так. Манжет. И здесь же у нас будет с вами резиночка по горловине. Здесь такой ворот. По джемперу. Вот так. Вот такая штучка у нас получилась. Выделяем все вместе. Теперь нам нужен инструмент. Зеркальное отражение. Ставим точку. Видите, вот он поставился. И начинаем вращать. Нажимаем кнопочку Shift. Зажимаем кнопочку Alt. После этого отпускаем кнопку мыши. А после этого уже отпускаем кнопку на клавиатуре. То есть они у нас в этот момент были зажаты. Нам нужно, чтобы они встали абсолютно симметрично и пересекались. Окно. Обработка контуров. Панелечка. Вот сюда мы ее вытаскиваем. И попарно сливаем. Здесь вот у меня осталась лишняя точка. Я ее пером минус удаляю. Теперь горловинку попарно слили. И если выбрали переднюю часть одну, переднюю часть другую, опять мы ее слили. Осталась точечка. Пером минус удаляю. Вот такая штучка у нас получилась. Чтобы я сейчас сделала, я бы вот эту точку дала бы более мягко ей себя вести. А вот такая основа. Здесь я сейчас добавлю тенюшки. Потому что вот это место будет в тени. Вот здесь будет тень проходить. Видите, такими достаточно большими грубыми объектами, чтобы она у меня располагалась. Я ее сейчас отзеркалю, чтобы не было проблем. Вот так вот я это выбираю. Делаю цвет заливки черный. И теперь делаю ей непрозрачность. Вот здесь это настраивается. Вот так. И точно так же это все выбираю. Ставлю для зеркального отражения точку по центру. Видите, очень удобно, когда есть шаблоны. На шаблоне вы видите, где эти точки. Начинаю перекручивать, нажимаю кнопочку shift. Видите, точно 90 градусов у нас получается. Ставлю кнопочку alt. Отпускаю кнопку мышки. Получилось. Теперь заливаю всю эту красоту белым цветом. Белым. Вот у нас с вами базовый эскиз. Что у нас не доделано? У нас с вами не доделаны рибы. Соответственно, сейчас мы с вами нарисуем рибы. Риб будет 2х2. Соответственно, 2х2. Вот так вот две рядом палочки. Толщина 0,25. И одну еще отставляем вот так вот. Такой крупный, хороший, красивый риб. Эту палочку делаем без цвета контура, без цвета заливки. Все вместе выбираем и тащим в заливки. Перетащили. Теперь горловина. Я вот здесь хочу поправить. Только сейчас поправлю чуть-чуть. Так. Вот так. И вот эту точку тоже чуть-чуть вместить. Чуть-чуть сюда. Чуть-чуть сюда, чтобы было такое ощущение напуска. Вот. Теперь выбираем эту часть. Тоже будет мне не нравиться, как она себя ведет. Одну точку сейчас вправлю. Как я и говорила, то, что мы не всегда можем исправить. Это как бы здорово. Одна. Вторая. Третья. Четвертая. Все это вместе смещаем шифтом в сторону, применяем к этому ко всему заливку и возвращаем назад. То есть мы сдублировали слой и поверх поместили. Смотрите, такой крупный, мощный риб. А вот здесь можно его немножечко повернуть, поворачиваем при помощи инструмента в поворот, трансформировать только узоры и чуть-чуть поворачиваем. Чтобы он попал. Вот так. Окей. Здесь то же самое выбираем. Выбираем. И в другую сторону чуть-чуть. Еще. Вот так. Отлично. А вот у нас получился за вами базовый эскиз, который, в принципе, уже можно передавать. А вот здесь нужно будет обозначить, будут ли у нас сбавки. Часто они тут есть. Сбавочки обозначают вот так. Смотрите, вот оно есть. Цвет контура должен быть черный. Такими вот уголочками это показывается, что у нас есть сбавочка. Вот она сбавка. И когда есть сбавки, это имеется в виду, что это подвязанный джемпер. То есть его не будут кроить, а сразу во время вязки будут задавать нужную нам форму. И он будет у нас так вот себя вести. Это уже технологическая часть. Это то, почему я говорю о том, что, как бы, да, программа до полюстратора я в состоянии обучить. Но если нет технологической базы, то будет достаточно сложно, потому что нужно нарисовать эти основы. Да, а если вы не знаете, как это делается, то это очень сложно. Поэтому нужно учить обязательно технологию. Нужно обязательно учить конструирование. Это не значит, что вы сами будете этим заниматься. Но вы должны знать, понимать и мочь объяснить, что вы, в конечном счете, хотите. Сделали. Теперь я хочу из этой красоты сделать трикотажный жаккардовый джемпер, на котором есть узор. Как я это буду делать? Моя схема, которая работает очень давно, очень классно. Единственный момент, она не подходит сразу для отправки на производство. Это схема именно для наглядности. Хотя некоторые производства берут такие схемы, потом по ним делают. По сути, мы создаем пиксельную такую схему. Потому что то, что я, например, сотрудничаю с фабриками по производству чулочно-носочной продукции, они просят сразу один пиксель, одна петля в формате BMP. А здесь мы рисуем просто схему, которая нам поможет понять, как данный узор будет смотреться. Вот, смотрите, квадратиком я разметила. Это квадратик, это объект, это не линейка, ничего, это объект именно. Я специально это сделала, я специально это разметила. И теперь мы, например, будем с вами заполнять схему. Это вот наш размер рапорта, который у нас будет занимать данный рисунок. При этом рапорт может быть самый разнообразный. И обязательно он должен у нас сходиться. Да, вот видите, если я начну повторять, то все сойдется. После этого, например, у нас может быть полосочка какая-то располагаться. То есть я сразу цветом забиваю то, как это будет. Притом очень интересный момент. Если вы отдаете этот рисунок на производство, то для эскиза вы делаете реальную цветовую гамму, как бы вы хотели, чтобы это смотрелось в моменте производства. А для уже непосредственно производства делаете максимально контрастные цвета. Ярко-желтый, ярко-зеленый, ярко-синий. Почему такая история? Потому что, когда они начинают это автоматически переводить, им нужно, чтобы все цвета были максимально ярко у них доступны. И уже тогда они в состоянии их опознать. А оттенки они не всегда понимают. Поэтому для производства, когда вы даже рисуете схемы, вы рисуете не красоту оттенков, а вы рисуете максимально контрастные цвета, чтобы оборудование, которое с этим будет работать, оно понимало. В данном случае мы с вами занимаемся тем, что мы рисуем красоту. Поэтому вот смотрите, пока я разговариваю, я пытаюсь все некоторое количество быстренько сделать. Пока они у меня с контуром, потом мы контур уберем. Могут быть самые разнообразные рисунки. Я рисую сейчас примитивные. Могут быть новогодние, когда там снежинки, олени и с ними. Вот у меня не вошел рапорт. Да, рапорт у меня не вошел. Давайте на 4 попробуем. Или на 3. Рисую сейчас из головы, поэтому немножко сложно. У меня нет продуманной схемы, как это должно смотреться. Давайте вот так. Будет вот такой рисунок интересный. Сейчас посмотрим. Чем-то это напоминает пиксель арт. Занимает это достаточное количество времени. К этому нужно быть готовым. Но результат получается достаточно интересный. Здесь могут быть полосочки. Так, здесь давайте мы сделаем... Что у нас? Вот сюда я бы темную полоску расположила. Это вот уже создание. Так, а здесь мы сейчас сделаем полосочку. Так. Еще один такой момент, о котором я не рассказала, а стоило бы рассказать. Дело в том, что при создании такого рода штучек нужно понимать, где это будет вязаться, на каком оборудовании и какие есть требования. Самое, конечно, разумное, это попросить производству прислать требования. Какое количество нитеводов, сколько ниток они могут в одном ряду. Как правило, это 6 цветов. Иногда бывает 12, но это прям какая-то феерия просто. Иногда просят упростить. То есть надо обязательно связываться с производством и спрашивать, как для них комфортно. Вот смотрите, вот у меня появилась схема. Я теперь могу эту схему рапортную выдавать на производство. Оставлю ее здесь. А вот эскиз я буду заливать. Есть маленькая хитрость. Петли будут немножко вытягиваться во время вязки, поэтому я немножечко его обузила. И из своих квадратов я получила вот такие прямоугольнички. Что теперь я еще сделаю? Уберу цвет контура и сделаю весь этот рапорт помельче. Могу сразу подогнать под тот размер, который бы я хотела относительно того, что у меня происходит. Сейчас я сгруппирую, чтобы мне удобно было. Вот смотрите, вот приблизительно такого размера у меня будет рапорт. Да, хороший крупный. Мы сейчас с вами сделаем два варианта, где у нас хороший крупный рапорт и такой же рапорт, но помельче. И вы увидите, в чем разница. Здесь сейчас я тоже все сгруппирую. Это потом очень удобно менять по цветам эту схему. Ее можно перекидывать. Сейчас все-все-все вам покажу. Итак, смотрите, я подогнала рапорт. Вот он. Он будет бесконечно повторяться очень успешно. И теперь беру мой джемпер. Его заливаю этой прекрасной моей заливочкой. Только цвет заливки. Вот смотрите, какая красота получилась. Здесь нам еще с вами следует сделать, естественно, заливку деталей, которые, как правило, однотонные, не имеют жаккарда. Ну, например, коричневым цветом. Вот можно посмотреть, каким вам больше нравится. Сразу видите, вот джемпер окрашивается, и вы понимаете, ну, как бы, то, как вам нравится. Возвращаем обратно наш нарисованный рип. А если его вот так не видно, то можно, например, взять в нашей заливке. Я люблю обычно это вытаскивать отдельно. Сделать цвет. Сейчас выберем. Все выбираем. Выбираем. Вот. И цвет, например, сделать светло-серым. Обратно это все запихиваем сюда. И теперь, когда мы выберем и применим, тот цвет у нас будет уже не темный, а светлый. Он будет хорошо виден. Вот так. Теперь смотрите. Вот у меня такой размер, да, моего жаккардика. А теперь я могу этот же жаккардик выбрать. И сделать его намного мельче. Ну, потому что, вот, например, вы хотите, чтобы он был мельче. А вам это интересно. Хорошо, сейчас попробуем его переменить. Смотрите, насколько по-другому начинает смотреться изделие. А это уже класс вязки. В зависимости от того, что мы хотим получить. И то, что я вам уже говорила. Абсолютная простота в смене цвета. Перекрасить графический объект. Можно менять сразу цветовой гаммой. Вот сейчас она вот очень удобная. Вот смотрите, прям новогоднюю я сразу выбрала. Вот, пожалуйста, у меня получилось, да. А можно менять, это вот в 21 версии у них такая штучка получилась. А можно менять, например, вот так. Нажимаете, и у вас открывается вот такая панелька. И вы можете каждый цвет вида изменить на тот, который вы хотите. Но это, к примеру, это не обязательно условие. Либо же, вот то, что я вам говорила, внутри этого цветового сочетания изменить порядок цветов. И смотрите, насколько по-другому будет смотреться. Это совершенно одна и та же цветовая гамма. Вот это вот. Просто я цвета поменяла местами. Оно сразу начинает по-другому читаться. Вот такой трикотажный джемперочек у нас с вами получился. Не забывайте сохранить файл. Это тоже очень важно, чтобы ничего не потерять. Я сейчас сгруппирую эти штучки, чтобы они у меня были. И уже дальше мы можем прописать, что будет писать здесь дизайнер. Он будет рассказывать, какой толщины он хочет рип. Насколько будет объемное данное изделие. Будет оно оверсайз. Или оно будет спущенные плечики. Где какие сбавки он предполагает, чтобы вывязали линию, по которой будет шиваться рукав. Линию проймы. Это вот он все укажет. А так вот потом вы можете играть и сразу смотреть пропорционально, как это будет смотреться, как это будет выглядеть. И вот у вас уже есть готовая схема, по которой вы можете отвязывать. Эту схему можно повторять наверх и вниз. Она будет бесконечная. Вот такая прелесть. Сразу можно подписать рапорт, сколько на сколько и куда ее применять. Если вам понравилось это видео, не забывайте поставить лайк, оставить комментарий и написать мне, что бы вы еще хотели порисовать. А также подписывайтесь на мой канал. И не забывайте поставить уведомление колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Каждый вторник мы рисуем новые эскизы. На сегодня все. С вами была Чайковская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok